Вереница Камазов с песком появилась сегодня утром в Иркутском поселке Горького. Еще ночью пришли тревожные новости. Уровень воды в Иркуте вырос почти на полметра и подбирается к критическим показателям. В Шелиховском районе пришлось эвакуировать 7 детских лагерей. К утру вода пришла в областной центр. Первым на ее пути оказался поселок Горького, он же Селиваниха. Паники среди населения нет. Лишь изредка кто-то из местных подходит к берегу проверить, что к чему. Да тут тропинка, дорога, можно еще пройти пешком, прогуляться метров 10. Она вот за ночь поднялась, как-то нормально. Это вот за ночь? Да. Ночью в 2 часа она была вообще как обычно. Вот за ночь получается. Для жителей Селиванихи картина привычная. В этом месте Иркут почти каждый год выходит из берегов. Но опыт трагедии в Тулуне не дает права надеяться на русский авось. Поэтому на каждом доме появилась памятка о действиях во время паводка. Вдоль ближайшей к реке дороги возвели искусственную дамбу. Еще одно искусственное препятствие ночью возвели в глубине поселка. До этого места вода добиралась 3 года назад, в 2016-м. Здесь же был развернут оперативный штаб на время режима повышенной готовности. Однако сегодня экстренные меры оказались преждевременными. После полудня уровень воды в Иркуте снизился на 10 сантиметров. Проверить это можно даже не используя гидрологические посты. Так сказать, народным методом. Вот эту метку на берегу Иркута в поселке Горького мы оставили около 12 часов дня. Сейчас 3 часа дня. И можно заметить, что вода, наш барьер все-таки перешла, но отступила. Поэтому пока что можно говорить, что ситуация действительно исправляется. Хочется в это верить. Павел Желудев, Алексей Бондаренко. Новости по будням.